Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр! Сегодня 1 апреля, и мы решили немного пошалить. Давайте ненадолго представим, как могли бы выглядеть игровые новости, если бы YouTube существовал в далёком 2004 году. Мы откопали несколько журналов игромании 2004 года и максимально бережно перенесли игровые новости из бумажного формата в видеоформат. Присаживайтесь в своё удобное кресло, доставайте из холодильника скелетонов, открывайте сухарики-трекорочки, наливайте в свою кружку рыжий ап и приготовьтесь пускать свою скупую геймерскую слезу по ушедшей, но великой эпохе. Вы на канале DLC, и мы начинаем! Не хотелось бы верить в подобную перспективу, однако она становится всё более и более реальной. Посудите сами, какой смысл потенциальному потребителю покупать дорогостоящий компьютер, если игровая консоль стоит всего пару сотен долларов? А в случае с GameCube и того — 99 зелёных рублей. Как часто вы видите ситуацию, когда, покупая очередную навороченную видеокарточку за 500 долларов, вы получаете всё тот же уровень графики, что и до этого. И вовсе не потому, что технологии стоят на месте. Отнюдь. Просто так уж сложилось, что разработчики консольных игр халтурят куда меньше, нежели их компьютерные сотоварищи. У первых и энтузиазма больше, и объёмы продаж растут не по дняму, а по часам. Чего, к сожалению, нельзя сказать об играх для ПК. Согласно мнению некоторых аналитиков, к 2007 году на рынке игр будут преобладать именно консольные игры, а единственными крупнобюджетными играми для ПК будут MMORPG. Да и они к тому времени будут переведены в разряд кроссплатформенных продуктов. Присядьте на что-нибудь устойчивое, приготовьте дежурный носовой платок и приготовьтесь услышать страшную новость. Black Isle Studios прекратила своё существование. В стане всех любителей РПГ воцарился траур. Предыстория этого печального события такова. Интерплей была согласна с тем, чтобы студия продолжала работу над Baldur's Gate 3. Но после того, как менеджмент не смог продлить лицензию на использование системы D&D, Black Isle решила сосредоточиться на Fallout 3. Дизайн документ был закончен, движок написан, и уже почти начался процесс создания уровней. Как тут Интерплей потребовала демо-версию игры. Демо-версия была предоставлена, и по мнению Black Isle она была закончена на 95%. Оставалось лишь добавить некоторых персонажей и улучшить скрипты. На следующий день Интерплей начала увольнять людей из одного своего подразделения Digital Mayhem. Все компании под крылом издателя не на шутку встревожились. Однако, поскольку демо-версия Fallout 3 была готова, работники Black Isle чувствовали себя в безопасности. Как оказалось зря. Ибо две недели спустя все, за исключением двоих членов команды Fallout, были уволены. А сам проект закрыт без внятного объяснения причин. Приспустите флаги и запишите черный апрель 2004 года в свои календари. Нового Fallout больше нет, и уже никогда не будет. Американское правительство продолжает бороться за чистоту и незамутненность детского разума. На этот раз власти Флориды решили запретить продажу жестоких игр детям без соответствующего разрешения родителей. Под жестокими понимаются такие игры, где, цитирую, «Вы можете убивать или причинять вред виртуальным людям». Подобная идея появилась у властей Флориды после недавнего скандала с гаитянской диаспорой Майами, в результате которого Тейк-2 пришлось извиняться за фразу «убейте всех гаитян в GTA Vice City». Вот что сказал по этому поводу мэр Джо Целестин, американец-гаитянин. «Если в игре вы говорите «убейте плохого дяди», у меня нет никаких вопросов. Но когда вы призываете к уничтожению целого народа, заявляете, что они наркоторговцы, гангстеры и почитатели Вуду, а за каждое убийство гаитянина получаете две тысячи долларов – это уже проблема. Сейчас соответствующий закон дожидается очередного слушания, и у него есть все шансы быть принятым. Игрогигант Electronic Arts официально анонсировал продолжение симулятора «Ночного кошмара» сотрудника ГИБДД – гоночную игру Need for Speed Underground 2. В ней нам предстоит стать незаконно послушным жителем неназванного городка из пяти районов, и, колеся по нему на своем автомобиле, принимать участие в уличных гонках и изучать незамысловатый сюжет. Разработкой проекта занимается канадская студия EA. Больше официальных подробностей по игре пока нет, но за несколько дней до анонса сотрудники одного из западных фан-сайтов игры в рамках эксперимента по выявлению наиболее болтливого сотрудника EA проинтервьюировали Скотта Нильсона, помощника продюсера игры. Словоохотливый дядечка рассказал внимательно конспектировавшим его речи немцам о том, что в игре будет значительно улучшена физика и даже появится модель повреждений. В списке минорных нововведений оказались расширенные возможности тюнинга машин, возможность записывать заезды и спектатор-режим в многопользовательских баталиях. Начало веселых стартов запланировано уже на осень сего года. А вы знаете, что у главной игрокомпании планеты Electronic Arts длинные загребущие руки? И что в карманах она их держит только по большим праздникам? В остальное же время эти ручищи хватает все, что плохо лежит. Так, в месяце июля Electronic Arts явно осваивала букву C, в списке, носящем название «Следует подгрести под себя». Первой под руку попалась компания Crytek, разработавшая красивейший экшен Far Cry. Ей, игрогигант, предложил заключить долгосрочное партнерское соглашение и заняться совместной разработкой новой линейки игр для персональных компьютеров. За кулисами же немцам наверняка посулили огромную сумму денег, ибо соглашение было подписано с необычайной легкостью. Компания-издателя Ubisoft, с которой Crytek сотрудничала ранее, также не осталось ни у дел, ей по-прежнему принадлежат все права на вторую часть Far Cry. Следующей целью загребущих рук Electronic Arts оказалась компания Criterion, которая, помимо разработки игр, кует еще и популярнейший движок RenderWare. Он, к примеру, служит базой для таких интересных проектов, как GTA San Andreas и отечественный Axl Rage. В этот раз мухлевать со всякими договорами не стали. Criterion была просто скуплена на корню вместе со своим замечательным движком. В будущем Electronic Arts планирует не только продолжить продажу RenderWare сторонним разработчикам, но и использовать его в ряде собственных перспективных разработок. На этом пока все. Впрочем, надолго ли? В списке ведь еще много интересных букв R там или B, а руки у Electronic Arts, как уже было сказано выше, длинные и загребущие. О наступлении Редраконов твердят все. Говорят, уже совсем скоро на полках магазинов появятся коробки с фэнтезийной вселенной внутри. Dragon Age обещает затянуть в себя всех, кто осмелится заплатить продавцу на входе, заставит их избрать свое альтер-эго, определить ему характеристики, подобрать предысторию, которая будет напрямую влиять на происходящее в игре событие, и открыть дверь в игровой мир. Здесь, среди красот, созданных при помощи абсолютно нового графического движка, переступившим через порог предстоит наслаждаться великолепным сюжетом, подаваемым с кинематографическим размахом, общаться с NPC, отыгрывая хорошую или плохую линии, участвовать в реалтаймовых боях, пауза предусмотрена, и изучать особенности обновленной ролевой системы. Ну а потом, когда все закоулки одиночной кампании будут изучены, Эра Драконов предложит игрокам отправиться либо в объятие многопользовательского режима, либо в кузницу, где энтузиасты смогут выковать собственную модификацию игры. А вот дата наступления Эра Драконов пока, к сожалению, неизвестна. Создатели из Байве в ответ на все подобные вопросы хранят гробовое молчание. По слухам, Halo 2 для Xbox должна была выйти 4 апреля 2004 года. И вот, наконец-то, разработчики игры Bungie вполне официально заявили, что игра появится на прилавках магазинов этой осенью. В продолжении этой не совсем компьютерной, а точнее совсем не компьютерной новости, хочется поделиться слухом о том, что Microsoft планирует запустить в производство свою приставку следующего поколения в конце 2005 года. То есть на год раньше, чем планировалось. Таким образом, Xbox 2 появится на рынке практически на год раньше PlayStation 3 от Sony, что, скорее всего, позволит новой консоли Microsoft отхватить большую часть потенциальных потребителей. Надо сказать, это будет единственным тактически правильным шагом для компании-гиганта, поскольку нынешняя ситуация с Xbox удручает. Компания до сих пор теряет деньги на каждой приставке Xbox, которую продает. И ситуация эта наверняка не изменится до появления приставки следующего поколения. Виртуальные люди демонстрируют потрясающие результаты в вымогании денег у людей реальных. Жизнь эмулятор The Sims 2 за первые 10 дней продаж разошелся рекордным тиражом в миллион экземпляров. Это лучший показатель продаж игры для персональных компьютеров за всю историю Electronic Arts. По слухам, в некоторых магазинах за хитом выстраивались самые настоящие очереди. Высшее руководство игрогиганта бьется в экстазе, называя The Sims 2 культурным феноменом и наверняка требует от разработчиков поторопиться с выращиванием выводка обязательных аддонов. С 1 по 4 июня 2005 года в Москве пройдет выставка Game Technology Expo, которая соберет всех разработчиков и издателей развлекательного программного обеспечения из России и зарубежных стран. Посетителям этого мероприятия представится уникальная возможность ознакомиться с последними разработками в области компьютерных игр, развлекательных и обучающих программ, игровых приложений для мобильных телефонов и КПК, а также увидеть и попробовать в деле самые современные игровые устройства, джойстики и видеоприставки. Помимо этого, достаточно широко будет представлена экспозиция компьютеров и комплектующих, которые разработаны и собраны с учетом последних технических требований компьютерных игр и программного обеспечения. Участие в GTE 2005 станет бесспорным преимуществом и даст дополнительный импульс для развития бизнеса компьютерных развлечений. Этот слух родился несколько месяцев назад. Сначала он скромно обитал в приближенных к игровой индустрии кругах, передаваясь от человека к человеку исключительно шепотом. Компания NIVAL делает пятую часть Heroes of Might and Magic. Представляете себе такое? Шок прошел? Тогда слушайте дальше. По информации, полученной, увы, из невызывающих доверия источников, некоторое время назад сотрудники NIVAL предложили нескольким крупным западным издателям сделать на заказ продолжение одной из знаменитых игровых серий. Итогом подобного предложения стало то, что русской компании отдали на разработку новую часть знаменитых героев. Скорее всего, важнейшим фактором при принятии этого решения стало то, что у NIVAL уже есть успешный опыт работы над аналогичным проектом. Речь, понятно, идет о знаменитых демиургах. Более подробной информации об игре и ее основных особенностях и дате выхода, к сожалению, пока нет. Равно как нет и официального подтверждения сего слуха. Но будьте уверены, как только в наших руках окажется новая информация, вы узнаете ее первыми. Не прошло и нескольких дней с момента выхода Call of Duty от студии Infinity Ward, как Activision взяла, да и купила эту самую студию. Ветераны игровой индустрии Гранд Колье, Винс Зампелло и Джейсон Вест подписали из компании долгосрочные контракты. Если учитывать тот факт, что Activision уже приобрела в свое время Raven Software, нынешняя сделка еще больше укрепляет позицию компании Монстра в роли лидера в сфере экшен-игр. Согласно подписанному соглашению, отныне Infinity Ward является дочерней компанией Activision. Напомню, что большинство сотрудников студии ранее работали над созданием в стенах конторы 2015 такого мегахита, как Medal of Honor Elite Assault. Так что хочется верить, что с новыми финансовыми ресурсами ребята смогут делать еще более качественные и успешные игры. А на этом наш маленький эксперимент подходит к концу. Пишите в комментариях, как вам подобный шутливый выпуск, стоит ли делать подобное на 1 апреля 2025 года. Свежее видео уже очень скоро. А пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За всем откланиваюсь, всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok